Всем привет! Продолжаем знакомиться с новыми возможностями языка, точнее стандарта C++17. И что сегодня? Что сегодня вы увидите? Вы увидите 5 примеров. 5 примеров по теме, какой свертка параметров с шаблоном, либо fold expression. Что это такое? То есть у нас будет 5 небольших примеров, в которых мы просто познакомимся и немного узнаем, что можно, а что нельзя. Поэтому, если вам интересно, не переключайтесь. Итак, для тех, кто не переключился, начинаем. Так, свертка. Что такое свертка? Или fold называют, reduce. Плюс, там, еще что-нибудь, как-нибудь. Вот. То есть свертка это какая-то функция, которая применяет какую-то комбинацию к последовательным парам элементов и возвращает результат. То есть, соответственно, это вот какая-то раз, два. И к этому применяется какая-то операция. В данном случае это операция плюс. То есть, в данном случае пара имеется в виду вот здесь что-то находится и вот здесь. Это два элемента и это пара. Соответственно, свертка, то есть в данном случае появилась возможность нам написать, делать такие функции без явной указания рекурсии. То есть, ранее это все нужно было там писать, то есть можно было с помощью языка это все-таки сделать. Но там была явно указана рекурсия. Вот. А здесь уже явные указания рекурсии нету и плюс кода меньше. Соответственно, вот у нас могут быть параметры, вот такие вот аргументы. Вот. И у нас они попарно суммируются. То есть, в данном случае там будет суммироваться и там 1, там 1 плюс 2 будет 3 плюс. Вот останется вот это, да. Потом 3 плюс 3. 6 плюс. И вот так вот будут разлаживаться все эти аргументы и будет производиться сумма с ними всеми. Вот. Ну и теперь давайте посмотрим быстренько простой примерчик. Первый. В данном случае у нас функция, которая принимает некий тип, это мы видим уже шаблоны, и неизвестное количество их. Вот. И что она делает? Она делает то, что мы посмотрели перед этим. То есть сумму, да, у нас есть некий набор значений, и она просто суммирует. То есть суммирует попарно и возвращает результат. И в данном случае этот результат будет 6. Вот. Ну давайте быстренько запустим. Это самый-самый простой пример. Каких-то сложных примеров здесь не будет. Это на вашей совести придумать сложные примеры. А вы должны это сделать, если хотите более детально разобраться в этом, и чтобы у вас в памяти оно осталось. Вот. Давайте запустим этот пример и увидим результат. Результат у нас должен быть 6. Вот он 6. Все верно. Вот. Вот это. Что вот это такое? Это то. Это те операторы, которые могут применяться вот здесь. То есть свертки. Здесь также можно комбинировать что-то там в скобочке, заключить там S умножить на S там или еще что-нибудь. То есть это я рекомендую вам самим вот взять и проверить. Этот исходный код будет на GitHub обязательно. Вот. Так вот, идем дальше. То есть это те операторы, которые допустимы вот в нашей свертке. То есть первый пример мы рассмотрели. Далее. Пример B. Что такое пример B? В примере B мы просто объявили какой-то тип. То есть в данном случае это будет просто функция. Вот. Какая-то функция, на которую мы передаем что-то. Это опять-таки как пример, да. Что у нас здесь получается? Мы объявляем внутри. Вот на школу наша функция. И внутри мы объявляем лямбдовыражение. Вот оно. Наше лямбдовыражение. Это лямбдовыражение. Это анонимная функция. И принимает какой-то тип. Тип этот неизвестен. Автор. То есть он будет вычислен на этапе работы. И эта функция просто печатает какое-то вот это значение. И ставит в конце пробел. То есть вот наша вот эта лямбда. То есть вот здесь мы описали этот тип и лямбда. А дальше у нас через запятую идет набор аргументов. И в данном случае, то есть это как пример, что можно еще непосредственно лямбды туда передавать. Или какие-то другие функции. То есть неважно. Давайте запустим пример B. И в примере B мы увидим, что должно быть напечатано 69. Потом вот такая вот строка. Потом 100. Что мы видим? 69 пробел. Строка пробел 100. Все верно. Вот таким способом тоже можно использовать. То есть вызывать какую-то функцию. Но нужно четко указать, что это функция. И вызвать ее. Потому что можно допустить вот такую ошибку. А, ну в данном случае. Это в следующем примере мы рассмотрим. А вот. Есть. Пример B посмотрели. Давайте посмотрим на пример C. В примере C просто у нас показано, что есть унарная правоассоциативная свертка, как называется. Вот. То есть это когда у нас там справа, вот этот бинарный оператор, ну или какой-нибудь оператор, да. Можно бинарный назовем. Так как он принимает два параметра и лево, и право. То есть от него может быть и слева, и справа что-то. Поэтому он бинарный оператор. Есть унарные операторы. Это, к примеру, вот такие. Вот. Это унарные. Ну, не будем отвлекаться. Дальше. Есть унарная левоассоциативная свертка. Также есть бинарная правоассоциативная свертка. Это когда у нас что-то есть слева от нашего fold expression и справа. И вот здесь применяется, как это делается, поэкспериментируйте. Обязательно. Я не буду это разбирать. И бинарное точно так же. Вот что-то у нас там слева может быть какое-то значение. То есть какая-то константа или константное выражение. Ну и справа. То, что мы передаем, да, там. Вот. Ну, в данном случае мы, я написал эти четыре функции, как для примера, чтобы вы понимали возможности. И везде у нас 2 плюс 2, 2 плюс 2, 2 плюс 2 и 2 плюс 2. Ну, в данном случае здесь нолик. Конечно, можно было бы еще что-то поставить. Так, и давайте, давайте запустим пример C. Везде у нас выявилось 4. То есть, в принципе, можете посидеть и поэкспериментировать. Ну, давайте здесь поставим 10. И посмотрим, что будет. Будет 14. Правильно? Правильно. Потому что 10 плюс, и началось попарное сложение. 2 плюс 2, получилось 14. И потом 10 плюс вот этот вот результат. Есть пример C. Давайте посмотрим пример D. То есть здесь это маленькие примерчики. Вот. Вы должны это для себя разобрать. Если вам, конечно, интересна эта возможность. Вот такая простенькая функция, которая определяет, содержит ли какая-то последовательность чисел 0. Вот. Вот здесь мы проверяем аргумент, равен ли 0 или. И это вот будет применяться ко всем парам. То есть в данном случае будет проверка. 1 равна 0? Нет. Или. 1. 2 равна 0? Нет. Или. 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 Вот. В результате. Если результат будет true, то мы об этом напишем. Иначе, если false, то no. Вот тоже вот такая удобная функция. Может быть, это может быть проверка не на 0, а на что-то другое. В данном случае, ну я думаю, вы понимаете. И давайте его запустим. И посмотрим. В данном случае вот последовательность чисел нет 0. А в этом случае 0 есть. И давайте быстренько теперь посмотрим на пример е. На последний пример. Он, можно сказать, аналогичен предыдущему. Только разница в том, что принимается функция некая, которая возвращает какой-то результат. True или false, да? И идет сравнение со всеми остальными. Вот. То есть тут у нас дело выполняется. Сравнение. Дальше запоминается, было ли правда в последний раз или нет. И попарно идет сравнение далее. Так вот. Но это как пример. То есть реализация этого может быть совсем другая. Но могут быть у нас какие-то сенсоры, функции. Это тоже как пример. Но они могут быть разбросаны. Все они буллинские. И вот у нас в данном случае 4 сенсора. 1, 2, 3, 4. Вот. И мы делаем это у нас, к примеру, там реальное какое-то устройство. И вот мы написали вот такую функцию, которая сначала проверит все эти сенсоры или датчики. И выдаст результат. Можно ли? Ну в данном случае там, да, все окей, поехали. И машина поехала, к примеру. Или нельзя. То есть мы должны опрашивать каждый датчик. И каждый датчик говорит, готов он для работы или нет. Вот. Соответственно, последовательно может быть запущено. То есть помимо чего-то здесь до ретурна может быть инициализация, а потом возврат значения. Соответственно, сначала это выполнится, потом это выполнится, потом это и так далее. Ну давайте, для примера, запустим. Вот запустили, все хорошо, машинка поехала. Потом мы делаем, 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 добавляем новую функцию, то есть добавляется, точнее, новый датчик какой-то. Мы лезем в код, который потом компилируется и заливается на бортовой компьютер. И добавляем какую-то реализацию. И в результате там чего-то вдруг, к примеру, происходит так, что датчик вернул false. Вот, нам всего лишь нужно добавить сюда эту функцию, S5, вот так вот, и запустить. А теперь что мы видим? Стоп. В результате произошла несработка. Ну либо же этот датчик вернул true. Это, конечно же, уже не зависит. Самое главное, что мы для того, чтобы определить, можно ли дальше там запускать механизмы или нет, нам всего лишь мы добавили новую функцию и добавили вот сюда. А дальше произведется как бы рекурсивно, так скажем, то есть это все развернется и произведется проверка каждой функции. Вот, понятное дело, в жизни это уже может быть, это уже реальное устройство. И как там работает или не работает датчик, это уже как карта ляжет, так сказать. Но в данном случае довольно-таки удобно добавлять новые функции, новые какие-то свойства. Вот, и по результатам ориентироваться. Так вот, ну вот здесь, смотрите, надо быть внимательным. Это у нас лямбда какая-то, так, так. Но если мы забудем, что это функция, и, к примеру, вот так вот сделаем, то в данном случае не будет она вызвана как функция, она будет восприниматься как, скажем, указатель на функции. И если мы запустим нашу программу, то все хорошо будет. Если же датчик какой-то вернет false у какого-то клиента, то опять-таки все хорошо. Как вы видите, вот это args, это по факту сюда зайдут просто адресочки этих функций. И все они будут правильными, как бы, не нулевыми. Поэтому вот здесь, ну в данном случае, нам компилятор, конечно же, подскажет и выдаст предупреждение. Вот, но все равно, как бы, все равно, все равно дополнительный способ выстрелить себе в ноги или отстрелить их. Но этот способ только для тех, кто не читает предупреждение компилятора. Тот, кто читает, то в этом случае проблем никаких не будет. Вот. Ну, вот на этом, наверное, все. То есть вкратце мы рассмотрели пять примеров. И я думаю, уже более подробно вам, или более детально я вам объяснил, что такое свертка. То есть какие операторы можно применять. И советую еще раз вам поэкспериментировать, посоздавать, попридумывать примерчики, в которых вы можете покомбинировать, плюс еще вот здесь различные выражения. Вызов какие-то функции, вычисления, чего-то там. И т.д. и т.п. Вот. Ну, на этом, я думаю, можно заканчивать. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, обязательно комментируем, делимся. Ну, и все. Всем пока.